Глава Рав-Нохум и князь Камбари Подзаголовок Беседы князя с Раби-Нохумом В 5330 году, в 1570 году, некто по имени Раб-Нохум перебрался из Праги в Себеж, что на границе между Польшей и тогдашними владениями Швеции. Себеж входил в состав имения, принадлежавшего польскому шляхтичу Бонч Зинкевичу. Этот шляхтич относился весьма дружелюбно к себежским евреям, особенно к семье, прибывшей из Праги. Еврейская община в Себеже все возрастала. С течением времени Зинкевич решил перебраться в свое имение под Краковом, а свои владения под Себежем, включая все деревни и крепостных, общим числом 600 душ продать. Он обратился к Раби-Нохуму, который возглавлял Себежскую общину с просьбой найти покупателя на его хозяйство. Соседние имения, находившиеся в пределах тогдашней Швеции, принадлежали одному из шведских князей по имени Йоганн Камбари, который часто наезжал в свои имения и проводил там длительное время. Раби-Нохуму пришла мысль попробовать предложить этому шведскому князю купить владение польского шляхтича Бонч Зинкевича. Он подождал, пока князь прибыл в свое имение по соседству и отправился к нему. Князь Камбари принял Раби-Нохума очень дружественно и завел с ним беседу по различным вопросам, ничего не сказав определенного о предлагаемой покупке. По этому поводу он просил Раби-Нохума явиться к нему недели через две-три. Подождав несколько недель, Раби-Нохум отправился к князю вновь, и на этот раз пыл принят еще дружелюбнее. Ему уже приготовили отдельное помещение со всеми удобствами. В тот же день князь принял Раби-Нохума. Приступая к вопросу о покупке владений Зинкевича, князь попросил Раби-Нохума подробнее рассказать ему о евреях. Было ясно, что князь очень интересуется этим вопросом, поскольку он о евреях знал весьма мало. Раби-Нохуму пришлось излагать князю чуть ли не всю еврейскую историю, начиная со времен нашего патриарха Аврома. Князь слушал его с большим вниманием. «Я вас попрошу остаться здесь на несколько дней», — сказал князь Раби-Нохуму. «Я хочу знать как можно больше о евреях. Сообщите об этом вашей семье, чтобы о вас не беспокоились». Раби-Нохум согласился и послал с этим сообщением Раби-Шелема, наказав ему привезти из дома съестные припасы на все время пребывания в имении князя, чтобы не питаться нееврейскими продуктами. Каждый день князь приглашал к себе Раби-Нохума и задерживал его часами, расспрашивая о евреях, об их образе жизни и религии. Видно было, что сколько бы он ни слушал Раби-Нохума, ему все было мало. Раби-Нохум никак не мог понять, чем вызвано все это. Такого большого интереса к евреям и еврейству со стороны нееврея он еще не встречал. Раби-Шелем вернулся из Витебска и привез с собой пищу и одежду. Он рассчитывал, что его хозяину придется проводить в замке субботний день, поэтому он привез вино и субботние блюда, а также праздничную одежду, включая штраймл и субботний талит с золотым обраблением. Он привез также небольшой свиток Торы вместе с Арон Кодышем, в котором он хранился в доме Раби-Нохума. Раби-Нохум происходил от евреев, выходцев из Испании. Свиток Торы и Арон Кодыш он унаследовал от своих испанских прародителей, Эти святыни переходили по наследству от отца к сыну в течение многих поколений. Сефер Тора находилась в серебряном футляре, а Арон Кодыш был деревянный с художественной резьбой. Раби-Нохум имел обыкновение каждый четверг читать главу, относящуюся к данной неделе по этому свитку Торы. И это, помимо традиционного чтения, шнаем микра в эхат торгум. Дважды каждый стих пятикнижия в оригинале и один раз перевод этого стиха на арамейский язык по пятницам после полудня. К наступлению субботы Раби-Нохум чувствовал себя здесь как дома. В субботу днем к Раби-Нохуму явился посыльный от князя с приглашением явиться в замок. Раби-Нохум пошел к князю, одетый по-субботнему, и с штраймлом на голове. Когда он вошел в кабинет князя, шведский вельможа поднялся ему навстречу, оказывая большой почет. Раби-Нохум удивился этому. Неужели он произвел на князя такое впечатление своей субботней одеждой? Что-то подсказывало Раби-Нохуму, что проявляемый князем интерес к нему имеет особое значение. Более явно почувствовал он это, когда князь начал задавать ему вопросы на тему соблюдения евреями субботы. Раби-Нохум был тронут таким глубоким вниманием. Он заметил глубокую печаль на лице князя Камбари. Он мог заметить также слезы в его глазах.